Иппровизация Ну, во-первых, надо очень хорошо знать и чувствовать музыку. Особенно ту музыку, на которой ты собираешься импровизировать. Я всегда сравниваю это с изложением. Знаете, в своё время можно сделать низких, поменьше в микрофоне, если не трудно? Это была импровизация. Каждый об этом рассказывает по-разному. События преподносит ровно так, как он его понимает, видит, чувствует и так далее. Одно и то же событие каждый человек рассказывает по-разному. По-разному освещает. И вы это все прекрасно знаете. Вот то же самое происходит и с импровизацией на какую-либо тему. Абсолютно то же самое. Вот можно, я вспоминаю, я говорю, школьные годы изложения. Учительница читает текст, какой-то рассказ небольшой. И вот надо своими словами, что ты воспринял и как ты запомнил, каков сюжет. Там не такой уж длинный был какой-то длинный рассказ. Вот сюжет, действующие лица и так далее, и так далее, и так далее. И вот ты своими словами должен вот это все рассказать. Если у тебя хорошая память. Если у тебя достаточно правильное понимание того, что происходило, о чем говорилось. Если ты понял и самое главное можешь уловить нить вот эту, самую главную. О чем, почему и зачем. Тогда ты уже начинаешь, ты можешь это рассказать и в шутливой форме, если это, конечно, позволяет вот сам рассказ, да. Можешь это рассказать грустно, можешь это рассказать как угодно. Да, там по-разному же можно рассказать, как человек идет в школу. Идет в школу человек, смотреть страшно. Или идет в школу, такой человек веселый, маленький такой, портфель там, что-то с ним делает, раскачивает. Или еще что-то, да. С горки скатился. С горки скатился, упал где-то там, поднялся, опять побежал, там тетрадки рассыпал. Куда-то они упали в лужу, там, я не знаю, там еще что-то, да. Гораздо интереснее слушаться. Да, да. И уже все, начинается какая-то маленькая, ну, то есть все, что угодно, да. А можно просто вот, да, ведь начинается, что такое? Ну, первоклассники пошли в школу, вот и все. Как они идут? Идут там, друг друга толкают, я не знаю, там, бегают друг за другом, там, носятся, там, портфелем друг друга лупят. Что еще делают? Ну, мало ли что. Вот и импровизация. Вот отсюда идет импровизация. Как ты умеешь фантазировать? Что ты умеешь рассказать? И как рассказать? Бывает, человек рассказывает анекдоты, слушать страшно просто. А анекдот вроде бы веселый. Даже, как раз, смешно, наверное. Человек, это тоже дар. Рассказать так, чтобы это было не смешно, просто вообще никак. Напротив. Надо только понять, как этим пользоваться в дальнейшем. Да, да, иной раз можно. Рассказывать анекдоты, пока денег не заплатят, чтобы перестал. Да, да, совершенно верно. И вот я говорю, вот именно вот это происходит, и это обязательно, конечно же, вот твое отношение. Ну, безусловно, когда дело касается музыки, а музыка, конечно же, ну, словами можно, знаете, заболтать, что-то наговорить, и вроде бы как-то все прошло. Музыке гораздо сложнее, потому что музыка – это особый вид, такое вот искусство, когда словами не отделаешься, а звуки, они, безусловно, все на своем месте. Как бы мы там ни старались, как бы мы ничего ни говорили, а все-таки музыка, она более, получается, более тонкая, более требовательная к тому, кто изображает нечто на инструменте или поет. И, конечно, тогда надо очень серьезно стремиться к тому, чтобы музыка произошла, чтобы музыка случилась, иначе тогда очень трудно понять, для чего вообще человек стоит на сцене, и зачем он там вообще, зачем он касается инструментов, если не получается, если не может. И часто так бывает, на джемсейшнах так бывает, когда вдруг люди приходят и не знают, как сыграть, не знают, что сыграть, но очень хотят выразиться. Это один из элементов такого, как бы... — Антимузыки. — Ну, не антимузыки, я бы не сказал так. Ну, просто вот показать себя. Вот я хочу сыграть, послушайте, пожалуйста, а сказать нечего. Фразы нет, нет конкретного предложения, есть обрывки каких-то... Знаете, как люди разговаривают? Ну, однажды пошел вот это, там это, ну как его? Ну, вот. А, да, я вспомнил. Да, ну или еще что-то, да? А толком про что? Про что? Куда пошел? Зачем пошел? Непонятно. Ну, и человек с неразвитой речью, естественно, разговаривает именно так. А он и на инструменте так играет, потому что у него неразвитая музыкальная речь, и все. И он не может рассказать. Сергей, можно я такую провокацию себе позволю? Я просто знаю, что это у вас один из самых, ну, сильных, что ли, номеров. Вот именно ваша импровизация. В принципе, вы можете импровизировать не любую, конечно, тему, а вы могли бы на одну из джазовых известных стандартов вот рассказать о том, как первоклассник идет в школу? Да, первоклассник. Вы знаете, вот когда начинается вот именно привязывать, вот, допустим, как первоклассник идет в школу, ну, допустим, я сейчас буквально совершенно без всяких проблем изображу нечто на инструменте и голосом, да? Ну, допустим, вот такое. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ну, кто, пошел в школу? Да, но мне, правда, показалось, что все-таки это уже не первоклассник был, а где-то третьего класса, потому что явно присутствовали такие соображения, а может быть, не ходить, а может быть, вот туда, а может быть, мороженое. Ну, то есть человек уже понимал, в принципе, что его ожидает, более-менее. Да, вот представляете, каждый по-своему, и каждый по-своему воспринимает, что же это было. Как помните, опять же, возвращаясь в школьные времена, значит, нарисован какой-то рисунок, и вот учитель говорит, Ребят, вот перед вами вот рисунок называется «Золотая осень», а там, ну, знаете, ну, такая графика очень посредственная. Можно вот так ставить, можно вот так, да? Как угодно там, непонятно что, но включите воображение, наступила осень, все. И так и тут, тут то же самое, получается, что задается тема, как первоклассник идет в школу. Ну, допустим, мы все тут знаем, что вот именно эта тема была задана, и, значит, еще что-то. Приходит человек с улицы, мы ему говорим, вы знаете, что мы сейчас играли, вот как вы думаете? Я не уверен, что прозвучит это. Ну, хорошо, вот на эту волнующую тему мы сейчас как раз продолжим разговаривать, а сейчас пока реклама на телеканале О2ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok